С раннего утра и до позднего вечера бригада рабочих трудится не покладая рук, лопат и отбойных молотков. Фронт работы у них немаленький – тысяча квадратных метров, на которых предстоит полностью заменить покрытие. Кто-то готовит раствор для установки бордюров, кто-то занят заменой тротуарной плитки. Словом, работа кипит буквально на каждом метре. В таких переменах территория у братской могилы нуждалась давно. Старые бетонные плиты с годами пришли в негодность, значительно подпортив внешний облик мемориала. В некоторых местах просели, неровная была площадка. И так как здесь часто проводятся различные мероприятия, это вызывало неудобства и для посетителей. Ну и эстетически это выглядело не очень красиво. Некоторые плиты разрушились до такой степени, что они, видимо, основой была арматура. То есть видны были даже вот прути этой арматуры. И в некоторых местах просто-напросто бетонным, ну, цементным раствором заделывались вот эти погрешности. Благоустройство прилегающей территории ведется в преддверии важной для всей страны даты – 75-летия Победы, которая будет отмечаться в России в 2020 году. В преддверии этого события президент Владимир Путин объявил следующий год годом памяти и славы. И в нашей республике к его проведению начали готовиться заранее. По поручению главы Карачаева Черкесской республики Рашида Борисповича Тимрезова ведутся работы на мемориале памятника защитникам Кавказа. А в частности будут заменены приточные покрытия с бордюрами на всей прилегающей территории. За последние годы внешний облик мемориала значительно преобразился. Были отреставрированы барелефы музея, заменена кровля. Вокруг чаши вечного огня установлены новые мраморные плиты. Отечественные все объекты мемориального комплекса. А на площадке у центрального входа уложена татуарная плитка и установлен пандус для инвалидов-колясочников. Мы писали обращения, составляли планы работ. Ну, частично все это воплощается в жизнь. Вот сегодня мы видим, что очередь дошла и вот до этой площадки. И мы видим, что вид совершенно другой. И радует глаз, и удобно, и, конечно же, достойно этого мемориала, единственного на Северном Кавказе мемориала, посвященного Великой Отечественной войне. В прошлом году музей-памятник защитников перевалов Кавказа отметил свое 50-летие. За эти полвека он собрал богатую экспозицию. Более 900 уникальных экспонатов, найденных на местах сражений. Чтобы увидеть их, люди едут сюда со всей России. А после нынешней реконструкции посещать один из самых крупных музеев Северного Кавказа. 300 будут не только с интересом, но еще и с комфортом.